Здравствуйте! Я хочу с вами поделиться несколькими такими маленькими секретами, которые позволяют вам в кратчайшее время построить свою карьеру самим, самостоятельно и достаточно эффективно. Начнем с самого главного. Вот в принципе, для чего люди учатся, трудоустраиваются, главная цель, она всем понятна, да, то есть это деньги заработать. Надо понимать, что главная цель, да, вообще в трудоустройстве, в развитии, это деньги, зарабатывать деньги. Поэтому мы и называем его бизнесом. Какие два базовых направления есть? Ну, давайте сразу разделим. Первый – это карьера. И второй – это свой бизнес. Чем существенно отличается вот карьера и свой бизнес? Обратите внимание, оба направления требуют определенных шагов. Чем они отличаются? Оба направления требуют последовательного, правильного выполнения определенных шагов. Если в случае с карьерой вам это очень хорошо знакомо. Что нужно сделать, чтобы больше заработать? Вы развиваете свою карьеру. Для этого нужно сначала самоопределение. Вы сначала определяете, какой карьерой вы хотите заниматься. То есть вы специализацию выбираете. Этот этап начинается с банального простого вопроса. Кем я хочу стать? В чем я хочу быть лучше других? В чем я хочу быть лучшим из лучших? Если вы определились, вот этот вопрос задали, значит у вас следующие шаги тоже выполняются правильно. Раз вы решили стать кем-то хорошим, профессионалом, достаточно хорошим, компетентным, чтобы за ваши навыки, которые вы будете в какой-либо компании выполнять, за это вам больше платили, значит у вас начинается тренинг, можно сказать. В некоторых сферах это краткосрочный тренинг, а в некоторых сферах это очень долгосрочный. Например, медицина это 7-15 лет вы можете учиться, прежде чем ваш тренинг закончится и перейдет непосредственно к работе, то есть непосредственно к самому развитию карьеры. В случае, если это какие-нибудь секретарские навыки или навыки продаж, возможно вы краткосрочные курсы пройдете, и после этих курсов вы освоите основные навыки необходимые для вас, а в дальнейшем вы все время будете развивать свои навыки. И таким образом ваш тренинг может быть краткосрочным, 3 месяца, 6 месяцев. Но тем не менее, если не делать какой-то из этих шагов, ваша карьера тянется годами. И вы теряете определенное количество времени только на поиске. Вы можете попытаться без самоопределения трудоустроить. Давайте посмотрим, что будет, если вы будете нарушать эти шаги. Вы не определяете тип карьеры и просите вас куда-то взять на работу. И пишете в себе очень простую вещь. На любую хорошую вакансию. На какую хорошую вакансию? На должность руководителя отдела маркетинга возьмут? Не возьмут. Зарплата от 2000 и выше. Ответственность очень серьезная. Навыки требуются конкретные. Человек должен хотя бы знать систему оценки стоимости одного клиента. Я уже не говорю о самых современных методах маркетинга. О том, как в Гугле это устраивать. О том, как использовать механизмы Фейсбука. О том, как строить веб-сайт свой по принципу продающего сайта. И многое, многое другое. Если вы всего этого не знаете, вряд ли первый шаг у вас будет успешным. Скорее всего во время... Вот если вы захотите пройти эти два этапа, сразу трудоустроиться где-то, с чего-нибудь как начать. Как раньше говорили, главное трудоустроиться в серьезной компании на какую-нибудь должность. А потом дальше вы будете как-то расти. Это уже не так. Как раньше говорили, главное трудоустроиться в какой-нибудь серьезной компании. Да? И если вы трудоустроились, то вы постепенно будете повышать служебной лестнице. Скажем честно, эта модель давно не работает. Она работает в том случае, если вы являетесь каким-нибудь из меценатов, владельцев какой-нибудь компании. То есть инвестором. Вы, да, постепенно можете увеличить долю своей инвестиций в этой компании. Свою долю в этой компании. Но если вы являетесь специалистом, развиваете свою... Эта модель будет крайне не успешная. Потому что если вы не являетесь специализированным каким-нибудь кадром, то направление вашей деятельности будет непонятным. И вы потеряете многие годы, пока внутрикорпоративное ваше обучение, постепенное, с изменением вашей системы ценностей, с изменением вашего отношения к работе, возможно, когда-то приведет к желаемому вам результату. Но такая вероятность маленькая. И я бы такое не рекомендовал для друга. То есть и для вас тоже. Если вы не обучаетесь... Многие считают до сих пор, что человек обучается в процессе работы. Это не так. Человек обучается только кто уже знает, как эту работу выполнять. Если вы пришли в какую-то компанию, и там, например, нет HR-специалиста хорошего, грамотного, который давно уже внедрил там хорошую систему работающую, у вас просто нет возможности чему-нибудь научиться в этой компании. А если там есть уже прекрасный HR-специалист, или там HR-директор, который построил систему, то там HR-директор уже не нужен. То есть вас максимум могут взять на его должность завезовестителя, ассистента. И если вы уже на должности ассистента были, вы можете оставаться в этой компании годами, но вас не поднимут на его должность. Потому что пока он есть, пока он живой, пока он работает, его вакансия, должность занята. И вам следующий шаг никак не сделать. Вот поэтому мы стараемся объяснить, как правильно строить свою карьеру. Итак, начинаете с самого начала, с самого определения, кем я хочу быть. Определились маркетологом, юристом, бухгалтером. Однозначно. Специально выбрали. Потом проходят соответствующие тренинги. В медицине это много, водительские курсы меньше. В зависимости от того, какую специальность выбрали. После того, как вы получили необходимое разрешение, соответствующую лицензию получили, или же, если ваша сфера не требует дополнительного лицензия, вы просто освоили эти профессиональные навыки, есть какой-то у вас сертификат, подтверждающий ваши профессиональные компетенции. Вам надо идти уже трудоустраиваться. Вот тут возникает теперь раскрытие истины. Вы должны трудоустраиваться в той компании, где есть потребность в реальном хорошем подготовленном специалисте, где есть разница между неквалифицированным и квалифицированным. Соответственно, куда вам идти? Вот тут конкретно важно. Не то, насколько большая компания, важнее всего, насколько вот ваша специальность, вот ваша компетенция в этой компании востребована. Вы можете начать с какой-нибудь маленькой компании, если вы начинающий маркетолог. И вы там сможете проявить себя максимум. Вы сможете внедрить новые системы. За несколько лет добиться того, чтобы в компании продажи выросли на нескольких шагов вперед. И это будет описано в вашем карьеросте, как ваши личные достижения внутри этой компании. Если же вы придете в какую-то крупную компанию, например, какую-нибудь телекоммуникационную компанию, вы можете годами работать у них руководителем отдела маркетинга, например. И в итоге, что вы укажете в себе? Какие ваши заслуги привели к тому, чтобы эта компания стала лидирующей? Так она была лидирующей? Это не ваша заслуга? И возможно, если вы работали в какой-то компании, в которой уже есть четкая построенная модель, вы максимум могли бы сделать там какие-то определенные функции. Несмотря на высокую зарплату, например, в этой компании, ваши личные достижения там не учитываются. Таким образом, вы работая в какой-то компании достаточно крупной, где очень четко организованная система, вы максимум, что вы можете освоить систему этой компании. Но если ваша задача была не обучение, не первый этап, то в этой компании вам делать нечего. Поэтому это такие компании могут быть для вас стартовой компанией, то есть где есть уже отдел, ищите именно такую компанию, где есть профессиональная команда в той области, в которую вы выбрали. И после завершения тренинга, вы идете на первую должность, на должность ассистента в этой компании. И вы должны четко понимать, что на этой должности вы не будете долго держаться. Если эта компания является большой и крупной компанией, в которой есть, например, отдел маркетинга, в которой есть достаточно грамотные маркетинги, и команда шикарно работает, то есть они результатами своими могут похвастаться, вы вступаете в эту команду в качестве ассистента. Выполняя определенные несложные типовые задачи, вы параллельно обучаетесь у них в процессе работы. Да, это хорошо, но это ненадолго. Достаточно проработать год, максимум два, ну уж совсем в крайнем случае три года, Объясню почему. После трех лет, если вы на одной и той же должности, не меняя свой привычный режим работы, не развивались, у вас возникает синдром эмоционального выгорания, как у любого нормального человека. Ваша демотивация, ваше нежелание расти становится больше, чем ваше желание больше преуспеть. То есть вы адаптируетесь к этой среде, к тому условию, к тому быту, в котором вы привыкли жить, настолько сильно адаптируетесь, что у вас сложнее будет потом как-то попытаться сдвинуться с этого места. Поэтому я рекомендую обычно задерживаться в таких местах не более года. Это идеальный период, после которого вы готовы ринуться вперед с новой энергией. Вы набрались, запаслись энергией, новым опытом и идете дальше. Дальше вы должны искать компанию, в которой требуются более профессиональные навыки. То есть, например, в Азербайджане, в какой-то компании, определенно не будем называть это имя телекоммуникационной компанией, проработав определенное время даже в колл-центре. Например, вы работали в какой-то компании, телекоммуникационной, в обычном колл-центре, но у вас очень хорошо организованный колл-центр. У вас есть тим-лидеры, у вас есть достаточно хорошие наставники, которые помогают, у вас очень организованный кодчинг, режим дня работы, инструкции выполнения работы. Все четко. Вы проработали и видели, как это происходит. Теперь вы владеете не только информацией о том, как нужно готовиться, но и как нужно управлять этим процессом. И, естественно, если вы остаетесь в этой компании, ваш карьерный рост очень медлительный. Вы не можете тратить всю свою жизнь для того, чтобы внутри одной компании подняться до какой-то определенной величины. Поэтому вы что делаете? Вы ищите компанию, в которой есть возможность показать себя в полной красе, то есть весь свой опыт, весь багаж применять. Вы можете пойти в компанию уже не телекоммуникационную, а в компанию, например, интернет-провайдеров. Учитывая, что интернет-провайдеры в основном бывают более маленькие компании, то у них создание с нуля своего колл-центра бывает более востребовано. Это нужен специалист с вашим опытом, который согласен на те условия работы, которые они предлагают, на ту зарплату, но с возможностью роста. Вот это самое главное. Вы ищите такую компанию и немедленно, как только находите возможность, вот где-то в объявлениях или через знакомых, или через социальные сети просто ставите вопросы, какие есть вопросы. Вы можете даже снимать видео, выставлять там свое видео, свое мнение. Как вы сделаете вот свой презент, то есть свою инвентацию, это не так важно. Главное, чтобы вы достучались до тех людей, что вы можете им предложить. Вот, учтите, если вы будете ждать, когда с вас спросят, вероятность того, что вы до конца жизни это получите, очень маленькая. Значит, что надо делать? Вам самому надо заявить о себе, что вы можете предложить. Это похоже на маркетинг. Вы начинаете заявлять, говорите об этом, и ваше сообщество, то есть элементарно ваши друзья даже в фейсбуке, в одноклассниках, они могут уже знать, чем вы занимаетесь, и в чем вы разбираетесь. И в случае необходимости вот такого кадра, при даже личном общении, уже они могут о вас сказать следующее. Он может такое сделать, насколько я знаю. А дальше уже будет вопрос механический, социальный работать. Вас заговорят, кто-то порекомендует, к вам воротятся, вас пригласят, и вы покажете, на что вы способны. Таким образом, следующим вашим этапом будет показать себя в действии в какой-то компании, которая развивается. Вот развивающая компания – прекрасная возможность. И таким образом, с одного проекта, с одной компании, дальше у вас должна идти работать только в этом времени. С меньшим проектом на больший проект. Вы никогда не будете, скорее всего, вот в этом случае, хозяином компании, вы не будете зарабатывать больше, чем хозяин компании, но с каждым разом, меняя одну компанию на большую, то есть с каждым разом вы будете уже как руководитель, не как специалист в начальной этапе, как руководитель проекта. У вас будет возможность дальше самому назначать цену, за которую вы готовы эту услугу выполнять. Идеальным завершением такой карьеры, когда вы уже, ну, где-то вот под конец своей карьеры, где-то там, когда вам уже за 40, за 45, вы уже открываете либо частную компанию, либо как физическому начинается заниматься аутсорс-услугами. Вот эта тенденция возможна. То есть вы становитесь коучем, мастером, который оказывает консалтинговые либо коуч-услуги, аутсорс-услуги для компаний. То есть вот те люди, которые работали как маркетинг-менеджеры в определенное время, они со временем понимают, что дальнейшим шагом у них является не оставаться в более крупной компании, которой уже просто нет на рынке. И большую зарплату больше никто не может предложить. А чтобы еще больше зарабатывать, они что делают? Они открывают свою частную компанию и оказывают консалтинговые услуги. Например, проводят маркетинговые стенды для разных компаний. Организовывают, проводят, замечательно делают. Они иногда придумывают какие-то креативные компании. Какие-нибудь там, например, фиолетового караула организовывают для какой-то компании. И снимают видеоролики какие-нибудь креативные. И такие предложения помогают им зарабатывать чуть больше, чем когда они занимались и руководили проектом. Достаточно крупные компании. Несмотря на то, что в данном случае у них объем работы уменьшается. Вот это одна сторона. То есть все это то, как вы можете развить свою карьеру. Второе направление. Это бизнес. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...